Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы начинаем очередную программу, и она посвящена развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане. И я с удовольствием представляю наших экспертов. Итак, малый и средний бизнес в Казахстане. Мы уже говорили о ситуации в малом и среднем бизнесе в нашей стране, и говорили о тех проблемах, которые существуют. Но вроде бы сейчас принято решение об изменении и принятии нового налогового кодекса. Вот какие новации предполагаются в налоговом кодексе для того, чтобы облегчить ситуацию в бизнесе в Казахстане? В первую очередь, в новом налоговом кодексе, кстати, он еще пока не принят, поэтому мы сейчас будем говорить о проекте. Да, мы обсуждаем. В новом налоговом кодексе будет полностью пересмотрена структура самого налогового кодекса, и все будет очень понятно и структуризировано. То есть, если это будет информация по индивидуальному предпринимателю, то это будет полностью блок по индивидуальному предпринимателю. Кроме этого, полностью пересматриваются очень многие вопросы, связанные как раз таки с проблемами предпринимателей и с возможностью предпринимателей защищать собственные права. Начиная с вот, когда будет принят новый налоговый кодекс, любой предприниматель Республики Казахстан может обратиться и рекомендует это делать именно таким образом. Он может обратиться с вопросом в налоговую службу в письменной форме желательно, и тогда налоговая служба обязана ответить тоже в письменной форме. Если налоговая служба ответила неправильно или что-то неверно разъяснила предпринимателю, то предприниматель в связи со своими действиями, которые он не смог сделать по ряду причин, у него отменяются пени, штрафные санкции, и он не несет никакой ответственности за те действия, которые он не смог сделать по ответу налоговой службы. Хорошо, если будет так, как вы сказали, что вот сейчас изменится налоговое законодательство и станет лучше. Вот скажите, человек пришел в малый бизнес, он делает что-то руками, ну или айтишник, или руками что-то, ну что-то там лепит, творит, шьет. Так? Он просто физически не может знать все законы, он умеет что-то делать красиво, хорошо, качественно, но не может знать там налоговое законодательство от и до. Он просто человек, ну не дружит с математикой, да, или вот не понимает какие-то там такие фразы, да, заумные, он просто не понимает, о чем там написано. Я могу красиво там сшить футболку, да, образно говоря, ну про себя буду говорить, но мне надо нанимать бухгалтера, а у меня малый бизнес, а мне надо нанимать бухгалтера и какого-то еще юриста, чтобы он мне мог разъяснить. Понимаете, вот в этом сложность. И когда ты туда приходишь, в налоговый комитет, то начинается сразу, если ошибся человек, особенно на начальном этапе, вот малые предприятия организовались, ИП, ТО, открылись, да, вот малый человек, работают два человека, ну, к примеру. И получается так, что пришла пора сдавать отчет, человек или не вовремя сдал отчет, или ошибку какую-то допустил, которую, ну, вот просто ошибся человек, он не хотел скрывать налоги там или свои доходы, не хотел ничего скрывать, но вот ошибся. И начались штрафы, и начались пени, которые не прекращались в течение полугода. Давайте попросим Людмилу Викторовну ответить. Во-первых, я могу вам точно сказать, что если индивидуальный предприниматель только открыл свое дело, то есть и у него не было с налоговой службы до того, как никаких каких-нибудь непонятных действий, или вот вовремя не сдал отчет, то в первый раз налоговая служба не штрафует никогда. Здорово. В первый раз идет предупреждение. Штрафные санкции идут со второго раза. Во-вторых, я могу вам сказать, что у нас есть еще Национальная палата предпринимателей, которая занимается нефинансовой поддержкой предпринимателей. В первую очередь, у нас есть юристы, и юристы эти бесплатные, вам не нужно их нанимать. Во-вторых, у нас есть бухгалтерия, которая вам поможет сдать вовремя отчет, сдаст за вас вовремя отчет. Единственное условие, вам нужно просто подойти вовремя для того, чтобы этот отчет сдать. Ну, допустим, в Алма-Ате у нас работают десятки тысяч малых средних людей, они все пришли к вам, вы сможете это сделать? Да, да, да. И у нас вот есть специальный центр обслуживания предпринимателей, где как раз-таки есть специалисты в области бухгалтерии, в области IT-технологий. Вам могут сделать сайт-визитку бесплатно, вам могут оказать юридические консультации бесплатно, вам могут сделать бизнес-план бесплатно собственного бизнеса или бизнес-план бесплатный для того, чтобы получить льготное кредитование. У нас есть специалисты по таможне, которые проконсультируют вас, как правильно растаможить или растаможить товар на границе. У нас есть специальная служба юридическая, отдел Гоголя 111, 503 кабинет. Вы можете туда, пожалуйста, приходить и получать любые консультации, вам помогут. Если у вас есть проблемы, как раз-таки, например, налоговая служба и индивидуальный предприниматель или ТО начинающий или даже не начинающий. И вот как раз-таки вот этот отдел будет заниматься тем, что он поможет вам всячески, чтобы у вас не было никаких административных барьеров между организациями. Ну вот интересная ситуация получается. Вот идет обсуждение налогового кодекса. Я вам просто проведу мнение, допустим, тех людей, которые обсуждают налоговый кодекс. Допустим, известный человек Рахим Ахшакбаев, он пишет, что из-за очередных льгот для ведущих предприятий республиканский бюджет не досчитается колоссальных налоговых отчислений. И он говорит, что пользователями льгот будет буквально там 10-20 предприятий. На миллион 200 субъектов малого и среднего бизнеса кодекс предусматривает увеличение налоговой нагрузки. Совсем неравноценный обмен. Вроде бы дается как малому и среднему бизнесу некоторые послабления, допустим, прощение кредита и так далее. Но на самом деле время налогов перекладывается вот с этих, ну так скажем, нефтегазодобывающих предприятий сырьевых наших гигантов на малый и средний бизнес. В 2017 году налоговое отчисление для индивидуального предпринимателя составляет 2%. С 2018 года этот будет только 1%. Кроме этого у нас есть специальный налоговый режим. Причем специальный налоговый режим это 3% от фактического дохода. И вот этот специальный налоговый режим, он действует сейчас хоть и для индивидуальных предпринимателей, и для ИТО. Начиная с 2018 года сумма по специальному налоговому режиму будет составлять 100 миллионов тенге при численности до 30 человек. Кроме этого, если у человека реально есть очень большие расходы, и ему неудобно платить от доходной части 3%, который он может оказывать свою доходную часть, минус расходную часть. И даже с этой суммы от 30 до 70% будет пославление налоговое. Это хорошо. Это с 2018 года. И вот в этом режиме человек может работать при объемах 300 миллионов тенге и до 50 человек. Это новые изменения в законодательстве. Да, замечательно. Так, Игорь Иванович, почему хорошо? Объясните мне. Хорошо, потому что, вот смотрите, во-первых, увеличился потолок, по-моему, было 60 с чем-то тысяч, миллионов, извините, за год. Было 1400 минимальных заработных. Ты имел право работать по специальному налоговому режиму, по упрощенке, как мы говорим. Сейчас до 100 миллионов. И увеличили, по-моему, тоже количество человек работающих. Да, было 25, стало 30. Да, это лучше уже. Сделали бы вот такие изменения. До трех лет ты только открылся и до трех лет твоей работы, ну, снимите налоги. Уберите налоги. Пусть государство уберет налоги полностью от начинающих предпринимателей. Почему? Ну, потому что, особенно тем, кто работает руками, скажем так, не что-то там, а именно создает какую-то реальную вещь. Для них это очень трудно, во-первых, найти покупателя для своего товара. Он только открылся, занял кучу денег, выпустил хороший какой-то там продукт, ему надо это еще продать. Это на перенасыщенном рынке очень трудно. Ну, согласитесь, это просто вот нереально. Я прошел через это, я знаю это просто по себе. Я завидую нашим соседям, кыргызам, узбекам. Узбекистан для ремесленников вообще убрал налоги. Вот буквально вот. Ну, это последняя новация нового президента. Они действительно убрали все налоги с ремесленников, людей, которые занимаются, условно говоря, народным творчеством. Да, да, да. А это же привлекает туристов. Опять-таки, это же вот сувенирка. Ну, самая настоящая сувенирка. Это то, что привлекает туризм. Вот. И они, значит, они теперь не будут платить налоги. Это же хорошо. Ну, первое время какое-то. Ну, замечательно. Пусть развивается, а дальше у них пойдет какой-то малый бизнес. Они будут нанимать уже работников. Уже хорошо. Вот. И то же самое во всем. Мы же не хотим, чтобы яблоню посадил. Буквально на следующий год мы уже с нее требуем яблок. Ну, не бывает же такого. Не бывает. То же самое в малом бизнесе. Одна из самых серьезных проблем малого бизнеса, и это все отмечают, это недоступность средств для начала. Значит, во-первых, сейчас идет специальная программа по городским акиматам и районным акиматам. Уже в течение двух лет идет грантовая поддержка. Это деньги, которые не нужно возвращать предпринимателям. До трех миллионов тенге. А общая сумма какая, этого гранта? Общая сумма выделяемых денег? Общая сумма, я сейчас точно вам не скажу. Я точно знаю, что в этом году через палату предпринимателей грантовую поддержку получили 65 человек. Кроме этого, у нас через дому есть специальные программы под 15%. И дорожная карта бизнеса. Кроме этого, с этого года у нас появилась новая программа продуктивной занятости. Мы работаем вместе с центром занятости. И через центр занятости вы реально можете получить до 18 миллионов тенге, даже для начинающего человека. Сколько человек получил? До 18 миллионов тенге под 6%. Сколько человек получил? Эти цифры я вам сейчас точно не могу сказать. Хорошо, но вот еще один вопрос. Еще интересное по финансам, по кредиту. Значит, вот эта вот программа продуктивной занятости, она рассчитана для людей именно тех, которые реально сейчас либо потеряли работу, либо не могут найти себя, либо им нужно какое-то дело свое открывать. Вот как раз таки, как вы говорите, один человек. Я хочу работать один для того, чтобы зарабатывать себе самому на жизнь, на хлеб, с маслом, может быть с укрой. В этом случае человек может прийти на фурманного 50 в Алма-Ате, например, в центр занятости, зарегистрироваться как безработный. Ему предложат достаточно широкий ассортимент курсов бесплатных. В течение трех месяцев его обучат какой-то профессии, если он даже хочет поменять профессию. Я с 2014 года жил, можно сказать, в дому и в палате предпринимателей. Я туда ежедневно ходил, нужна была и финансовая помощь, и, кстати, консультационная помощь обалденная. Вот честно вам скажу, мне нравится. Да, вы говорили об этом уже. Отличная вещь. Серьезно, это очень полезно, это нужно, то, что вы перечислили там юристы, бухгалтеры и прочее. Единственное, что, да, есть программы от дому, 20-20, карта бизнеса, еще какие-то там жебег-жалы, по-моему, что-то такое, я сейчас не помню точно. Нужны были деньги для расширения, для закупа тканей, для оборудования, вот это вот все. Да, хорошо, да, под 6%, субсидии и все прочее, но ни один банк мне не дал кредит. Наверное, сейчас что-то изменилось. Есть хорошая программа, но... Она начала вот сейчас. Но нет механизма реализации. Да, 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 да. Программа очень хорошая, отличная. Но все утыкается в конечном. Я вам его только что, по сути, рассказала. Вот, и вот эта программа начала, это в этом году только началась эта программа. И я так думаю, что эта программа рассчитана до 2021 года первоначально, то есть у нас еще есть время, пожалуйста. Параллельно мы работаем с центром занятости, к нам от центра занятости приходят в палату предпринимателей, люди, которые хотят открыть собственное дело. Мы рассказываем, как это сделать. У нас есть консультанция через центра обслуживания предпринимателей, которые как раз-таки помогут им сделать этот момент. И опять-таки через центр занятости им помогут оформить бизнес-план, помогут оформить кредит. И по этому кредиту есть каникулы. Большие? До 9 месяцев. До 9 месяцев. К сожалению, вероятнее всего, что это даже и наша вина, что мы не очень много рассказываем об этом населении или население не интересуется. То есть нужно увеличить количество информации в этом направлении. Потому что многие люди даже мимо проходят, я им начинаю рассказывать соседям своим или еще кому-то. Ну, кстати, у меня вопрос такой. Вот налоговый кодекс, план БЭПС, да, или БЭПС. Все говорят, что это будет усиливать налоговый пресс на предпринимателей. Как вы считаете? Вы знаете, я могу вам сейчас сказать, что вот когда первоначально было сейчас обсуждение налогового кодекса, и там стоял, например, такой вопрос, что начиная с 2018 года ставка НДС будет снижаться на 5000 МРП каждый раз. То есть 30 000 МРП в 2017 год, 25 000 МРП в 2018 и до 2020 года дойдет до 15 000 МРП. То есть НДС, налоги на добавленную стоимость, будет платить большее количество организаций. Так вот, в настоящем время в кодексе, в новом изменения были сделаны, и эти изменения были сделаны именно благодаря Национальной палате предпринимателей, и ставки НДС оставили на уровне 30 000 минимальных расчетных показателей. В новом налоговом кодексе есть снижение нагрузки на агро-промышленный комплекс, будет снижение нагрузки, и на тех, кто будет заниматься производством, тоже налоговое будет изменение процентной ставки до 4%. Некоторые товарищи предлагают, чтобы налоговый кодекс не принимали, а обсуждали еще какой-то период, потому что многие пункты его не устраивают. Есть такая, да. Сейчас идет разговор такой, что налоговый кодекс либо будет принят к 1 января, и есть такое мнение, я тоже его мониторила и узнавала, что вероятнее всего, что он как-то может быть немного отложится до июля месяца, то есть до весны. Ну вот давайте возьмем опять мою любимую статистику, с которой я обращаюсь. Игорь Аркадьевич может подтвердит меня или опровергнет. Но на самом деле, мы говорили о том, что в 2014 году начались санкции в отношении наших братских государств, и они сильно сказались на нашей экономике, поскольку речь шла о нефти и газе. Глава государства поставил задачу уменьшить зависимость от недропользователей. Я просто напомню о том, что мы говорили, о том, что примерно 2 трети, в некоторых странах и больше бюджета складывается из деятельности малого и среднего бизнеса. У нас практически малый и средний бизнес дает что-то, по моим подсчетам, примерно 10-12 процентов, не больше бюджета. Вроде все и налоговый кодекс меняют, и создана палата, и принимаются какие-то там меры, и принимается программа, а малый бизнес все уменьшается и уменьшается. Как быть с этим? Могу сказать, что это связано с тем, что не растет привлекательность малого бизнеса, как явление. Почему? Да потому что вот у нас молодежь привыкла как рассуждать? Ой, без взятки ничего у нас сделать нельзя. На самом деле это не так. Действительно, это многие молодые люди просто вот, знаете как, им на кухне старшее поколение говорит, они же воспитывают с таких времен, ой, у нас вот это, вот это, вот это. Все, это преграды, ты не сможешь сам ничего сделать. На самом деле сейчас это не так. Во всяком случае в малом бизнесе, я не знаю, средний и большой бизнес не был там, но в малом бизнесе это не так. Ты можешь спокойно работать, спокойно все делать абсолютно. Не нужны никакие протекции. Серьезно, это можно вот, если чего-то не знаешь, да, пошел в палату предпринимателей, узнал, посоветовался, узнал. И потом же, опять-таки, работает на привлекательность малого бизнеса, опять-таки, снятие налоговой нагрузки в первые три года. А это было бы хорошо для чего? Для того, чтобы действительно человек, молодой человек, после университета, после школы, просто-напросто умеет что-то делать, начал свое дело, да, он хотя бы не будет бояться, что ему надо будет еще и налоги заплатить. Я еще ничего не продал, а мне уже надо налоги заплатить. Ну, я помню письмо одного предпринимателя. Вот подождите, вы немножечко утрируете, потому что если человек ничего не продал, он ничего, какого-никакого налога не заплатит. Я понимаю, я понимаю. Если он сделал товар, который он не продал, который затоварился, он лежит, значит, нужно задать вопрос, почему он его не продал. Вполне возможно, что он просто неконкурентоспособен. Может быть и так. Потом, по молодежи могу сказать так. Начиная с 2018 года, Национальная палата предпринимателей вышла с предложением. И в сентябре 2018 года у нас вводится в школах новый предмет с 10-11 класса, который называется «Основы предпринимательства и бизнеса». Уже делается учебник. Я как педагог немножко против, потому что у нас школьники и так перегружены. Нет, это будет свободное посещение. Человек может прийти, может не прийти. Кроме этого, предмет по основам предпринимательства и бизнеса сейчас будет вводиться в колледжах и в институтах. Могу вам сказать, что я совсем недавно была на очень интересной встрече с колледжами, в котором я приятно была удивлена, потому что все колледжи рьяно взялись за то, чтобы своих студентов не только обучить профессии, но и к окончанию колледжа либо института дать человеку инструмент, как открыть собственное дело, чтобы он встал на ноги сам. Чтобы он не закончил институт, а потом боялся платить ему налог или не платить. А чтобы он уже в процессе ведения учебы мог открыть собственное дело или открыл позже, или коллективно. Я могу вам сказать больше... Но это пока в будущем, да? Нет, уже сейчас. Вот с 18-го года. Это реально, это не будущее, это наше настоящее. Могу вам сказать, что вот на моей практике есть чудесный молодой человек 14-летнего возраста, который пришел ко мне 3 года назад. Сейчас у него есть собственное дело ИП, Артем Щербаков. Ему 16 лет. Он занимается, кстати, изготовлением... Молодец парень, просто молодец. И когда он пришел, я была крайне удивлена. Я говорю, Артем, давай до 18-ти подождем, что-то... Он говорит, не, Людмила Викторовна, мы начинаем сейчас, и родители его поддержали. А как он смог открыть, если не имеет паспорта? У него есть ИИН, он платит налоги по ИИН с разрешения с родителями. Ну, это нашумевший пример, но как общая тенденция-то? А общая тенденция идет, да. Вот как бы вырастить вот такие поколения? Вот послушайте, вот у нас есть уже два года программа специальная в бизнес-школе, называется «Школа молодого предпринимателя». В эту школу мы берем ребят от 18 до 29 лет. Мы приезжаем в институты, мы сами приезжаем в колледжи. Эта программа рассчитана на большой промежуток времени, это более месяца занятия идут, где мы рассказываем ребятам, как открыть собственное дело, что такое налоги, что такое бизнес-план, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Они готовят какие-то свои проекты и так далее. Могу сказать, что в этом году по «Школе молодого предпринимателя» ребята открыли, и по проектному обучению у нас такая же программа идет, ребята открыли 21 предприятие. Замечательно. Они работают? Да. Замечательно. Ну, я тогда, просто время нашей программы уже подходит к концу, и я бы хотел, чтобы вы какие-то выводы сделали. Я вот откровенно заявляю молодым людям, что в наше время очень даже легко можно не то, что открыть, а начать работать в новом бизнесе. Это замечательно. Серьезно. Открыться, вот буквально 15 минут в ЦОНе, открываешь ТОшку и ПЭшку. Буквально 15 минут. Не надо никакие там кабинеты ходить, не надо ничего. Зарегистрировался в компьютере, все готово, у тебя есть ИП. Не забывайте сдавать декларацию о налогах, о доходах. И в каждом городе есть отделение Национальной палаты предпринимателей. Ребята, идите туда, идите. Каждый вопрос, что-то вот мне непонятно как. Да там научат и как продавать, подскажут. Какие-то вот есть такие, допустим, между организациями какой-то есть крупный бизнес, который нуждается в вашем товаре, их могут свести. Вот просто ребята из малого бизнеса могут обращаться в палату предпринимателей, и там дадут очень большую консультацию по любым вопросам. Итоги таковы, что налоговое законодательство меняется в пользу предпринимателей, благодаря Национальной палате предпринимателей. И мы стараемся, чтобы это было как можно, ну будем говорить, эффективнее. Почему? Потому что в настоящее время наш рынок состоит не очень большого количества крупного бизнеса. И нужно развивать малый и средний бизнес. И это основная задача, я считаю, государственная задача. Это развитие конкурентной, открытой экономики, я так понимаю, да? Да. Спасибо большое. Дай Бог. Но я просто скажу, что действительно проблемы в развитии малого и среднего бизнеса предостаточно, но есть определенные перспективы, будет приниматься, обсуждаться еще, обсуждаться и потом приниматься налоговый кодекс. Но в любом случае, как сказали наши гости, обращайтесь в палату предпринимателей, там вам помогут. Помогут реализовать свою продукцию, помогут оформить дела, помогут с болотерией, помогут методически. Поэтому я просто хочу сказать о том, что палата предпринимателей всегда стоит на страже ваших интересов. Дорогие гости, я благодарю вас за участие в нашей программе, за ваш интересный рассказ о деятельности палаты предпринимателей, о развитии малого и среднего бизнеса в Казахстане, о тех проблемах, которые перед ним существуют и как они будут решаться. Еще раз спасибо за интересный рассказ. Уважаемые телезрители, на этом наша программа окончена. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин